Всем привет! Вы на канале Вербанейлс и сегодня у меня новые гель-лаки. Покажу вам распаковку торговой марки Розалинт. Здесь несколько гель-лаков, также, конечно же, сделаем маникюр на себе. Так что, если вам интересно, что же у нас получится, то оставайтесь со мной. Итак, в посылке был лот с гель-лаками. Это такой бокс, когда ты не можешь выбирать внутреннее наполнение, тебе приезжает сразу готовый бокс. Я выбрала 6 гель-лаков. Очень интересная упаковка, такая презентабельная, яркая. Хоть почта немного ее мне помяла, но, тем не менее, впечатление не испортилось. Коробочка очень красивая, такая презентабельная, можно даже подарить. И, как я уже сказала, здесь 6 гель-лаков. В боксе было 3 полупрозрачных, ярких, таких средне-неоновых оттеночка и также 3 гель-лака с шиммером. При заказе я немного не поняла, думала, вот эти 3 оттенка, это будут цветные камуфлирующие базы, но это оказался гель-лак. И остальные оттенки, это шиммерные, интересные, красивые, для дизайна самое то. Флакончики представлены в объеме по 10 мл. И вот опознавательный знак, это цвет самой упаковки, больше никаких номерочков нет. Есть микрономер на обратной стороне, но его особо и не видно. А так, в целом, придется ориентироваться только на цвет флакончика. Итак, вот первый цвет, такой красивый бирюзовый оттенок. Первые 3 оттенка, которые я вам покажу, меня сначала расстроили тем, что это была не камуфлирующая база, на которую я рассчитывала. Но вместе с тем, несмотря на то, что это гель-лак и он достаточно плотный, с первого слоя хорошо перекрывает прозрачный типс, порадовало то, как он выравнивается. Вроде бы просто цвет, но выравнивается как база. В общем, нанесение просто изумительное. Два слова о самом боксе. С одной стороны, это очень удобно, то, что здесь готовый бокс, сразу выбранные цвета гель-лаков, которые отлично между собой сочетаются. То есть, если вы новичок, не знаете, не ориентируетесь в гель-лаках, то приобретение такого бокса это удобно. Этот оттенок имеет прозрачную основу, здесь микс из блесток, я думаю, все понятно и видно невооруженным глазом. Хорошо наносить на какой-то другой оттенок. И опять-таки, гель-лаки, которые здесь в боксе, отлично сочетаются между собой, поэтому сразу вот вам готовый дизайн. Этот оттенок блесток плотный, сразу с первого нанесения дает хорошую кривистость. Ну и наносила в два тонких слоя, и далее потом покажу, как этот ноготок выглядит в два слоя. И последний цвет гель-лака, это полупрозрачные тоже блестки с розовым оттенком. Как видите, не плотные совершенно, его тоже рекомендую наносить на какой-то другой оттенок и миксовать с цветной основой. В целом, гель-лаки хорошие, понравилась пигментация, нанесение, даже они превзошли мои ожидания от гель-лаков, которые широко представлены на Алиэкспрессе. Бюджетная марка, которую можно попробовать, и ссылку на материалы оставлю в описании под видео. Ну а я приступаю к своему маникюру. У меня смоделированные ногти совсем недавно, они матовые, поэтому в дополнительной подготовке никакой не нуждаются. Я просто протираю их обезжиривателем, жду пару секунд, когда он выветрится, и сразу приступаю к нанесению гель-лака. Сегодня буду использовать два основных цвета, это вот этот мятно-бирюзовый и сиреневый. Наношу в два тонких слоя, первый слой сразу на несколько ногтей, за счет того, что я немного недокрашиваю до кутикулы, примерно полмиллиметрика оставляя, я могу сразу нанести на несколько ногтей одной руки, просушиваю в лампе 30 секунд, и затем уже наношу второй слой гель-лака. Первый слой, кстати, кажется не очень плотным, но на втором слой все меняется. После просушки в лампе, отодвигаю кутикулу пушером, затем тонко распределяю гель-лака по ногтю, и уже тоненькой кисточкой аккуратно дорабатываю зону у кутикулы и боковых валиков, чтобы линия была максимально тоненькая, ровненькая и близко к кутикуле. Я думаю, заметно уже на втором слое, как выглядит цвет, и он действительно как база, то есть вроде бы и плотный, но невероятно выравнивается в красивый, ровный, идеальный ноготок. На безымянном ногте у нас будет дизайн, и для этого я сперва мятным цветом закрасила серединку ногтя, по краю прошлась лавандовым, и кистью для градиента аккуратненько сравниваю границу, сводя ее в максимальный градиент. Мне понадобится таких два слоя, чтобы добиться плотного оттенка, и также после растушевки цвета я тоненькой кисточкой довожу линию у кутикулы до идеально ровной. И еще пока я тушевала, серединка разбежалась, поэтому я тоненькой кисточкой добавляю в серединку мятного цвета. Ногти без дизайна перекрываю топом, у меня глянцевый без липкого слоя, наношу тонкий выравнивающий слой, чтобы эти ноготки уже не пылились и никак не испортились. А еще я решила добавить блесток на ноготок с дизайном, поэтому тоненькой кисточкой распределяю по периметру ногтя, и затем аккуратно стушевываю к центру. Просушу в лампе 30 секунд, так как слой делала тонкий, он не очень объемным, поэтому следующий этап это нанесение слайдера, я буду наносить вот на остаточную липкость от гель-лака. Кстати, очень крутой слайдер у меня от Rock Nail в таком большом объеме, вот номерок, переношу по стандартной схеме на остаточную липкость от гель-лака, аккуратненько распределяю по ноготку надпись, просушу в лампе еще пару секунд, затем прохожусь аккуратно по периметру праймером, жду пару секунд и перекрываю дизайн топом. Сегодня у меня топ от Fiora, он без липкого слоя, но не очень густой, поэтому я была сразу не уверена, что он перекроет дизайн, но в целом добавив этот выравнивающий тонкий слой, ноготок перекрылся и получился достаточно красивым, аккуратным, без выступающих частей от слайдера или блесток. А еще у этого топа есть OF-фильтр и яркие оттенки не выгорают на солнце. Итак, смотрим, что же у меня получилось, мне кажется, какой-то весенний сказочный маникюр, хотя у нас осень за окном, но тем не менее хожу, сейчас любуюсь с удовольствием, несмотря на такой яркий сочный оттенок. Про гель-лаки Rosalind хочу сказать, меня пока все устраивает, порадовало очень нанесение цвета и его консистенция и степень выравнивания. Однозначно гель-лаки стоят для того, чтобы попробовать их, протестировать, мне в общем понравились. Возможно, я не остановлюсь на этом, а закажу еще что-нибудь с Алиэкспресса этой торговой марки. Напишите, кстати, в комментариях, кто работает на гелях или гель-лаках Rosalind, мне будет очень интересно ваше впечатление. А у меня на этом все, надеюсь, вам было интересно, оставляйте комментарии под видео. Всем желаю красивых маникюров и до скорых встреч в моих новых видео. Всем пока-пока!